В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о работе студенческих отрядов. А в гостях у нас Денис Григорьев, командир Приморского регионального отделения российских студенческих отрядов. Алина Смирнова, комиссар Приморского регионального отделения российских студенческих отрядов. И Екатерина Красикова, заместитель проректора по молодежной политике Дальневосточного федерального университета. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Денис, ну первый вопрос тебе, как командиру. Студенческие отряды в этом году отработали еще в большем количестве, хотя несколько лет назад у меня были студенческие отряды на эфире. И тогда уже масштабы были какие-то глобальные. Я не представляю, куда еще в большем количестве можно было отработать. Сколько студентов, по каким направлениям, в чем участвовали? Этим летом у нас отработало 1490 человек. Полторы тысячи. Да, полторы тысячи, да, можно говорить. Даже так уже, собственно, наши классические направления – это вожатые, стройка, путина. Также у нас в этом году выросло сервисное направление благодаря трудовому проекту АЯКС в кампусе ДВФУ. То есть отработало порядка 400 студентов. То есть это такая большая цифра, и мы готовы ее увеличивать в дальнейшем. У нас в этом году очень много вожатых. То есть заявка по лагерям была не меньше, чем в прошлом. Хотя прошлый год был очень пиковым для вожатых. И вот в этом году на этих же цифрах мы отработали еще больше. Вожатых, мне кажется, всегда это самое главное направление. Ну, не главное, но самое, наверное, востребованное. Да, в Приморском крае, то есть это такая очень нужная история, то есть запрос есть всегда. А также, конечно, это путина, это стройка. То есть мы отработали на заводах на Сахалине, на Камчатке, то есть поучаствовали в окружном проекте Путином. По стройке у нас мы работали как в Норильске на ЗАО «Энергострой», так и в Приморском крае на объектах ДНС. И также у нас ребят отправили мы в Хабаровск, они у нас работали на студенческой стройке «БАМ-2.0». То есть для нас это был такой интересный опыт, то есть зайти и на этот проект. То есть, ну, как-то так, отброс такой, отсыл куда-то далеко, да, в историю. Да. Участвовал в строительстве «БАМ-а». Да, я думаю, каждый строитель мечтает о таком. Да, да, да. Проводников не упомянул. А, да. А что проводники? Да, 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 я представляю, да, то есть проводники – это максимально просто выстроенная история в Приморском крае, потому что съездить в Владивосток-Москва – это мечта многих. И у нас в этом году, то есть отработали студенты, то есть проводниками, то есть более 160 человек, при этом работали они у нас как от ДПУ Владивостока, так и от ДПУ Челябинска. То есть это новые маршруты, потому что кто-то ездил Владивосток-Москва, а кто-то ездил Москва-Адлер. Вот, поэтому, то есть ребята посмотрели страну нашу и вернулись уже, ну, поели черешню, одно из самых ярких вспоминаний про Адлер. Ну, то есть если вожатые – самое востребованное направление, то люксовое направление у нас было у проводников, я так понимаю. Да, да. Ну, если мы говорим, конечно, про заработок, то в этом году, то есть это, конечно, заработок на разных заводах в разные сезоны, в разные года по-разному, но все-таки Путин, то есть в этом году, то есть мы подсчитывали уже какие-то результаты, то есть одна из самых высоких зарплат за месяц – 300 тысяч на Путином заводе. Ну, знаете, чтобы каждый сотрудник так зарабатывал у нас, а не для студента, мне кажется, это вообще колоссальная сумма. Насколько я знаю, у нас новый рекорд по зарплате за три месяца на Камчатке – это 750 тысяч рублей. И я такая думаю, ну, кажется, я чем-то не тем занималась этим летом. А вы чем занимались? Я этим летом работала педагогом-организатором или же старшей вожатой в частном детском саду Карапус-академии в городе Владивостоке, чтобы быть рядышком. Если что, оперативно ездить в штаб и решать всякие вопросы, которые могут возникнуть у студентов или у меня, или, ну, принтер рядом. Короче, как удобно. Ясно. Все-таки вожат. Изначально проводница, но там очень длинная история. Я попробовала себя во всех направлениях, кроме медицинского и строительного. А в чем ты… А, во всех направлениях ты себя попробовала, кроме медицинского? А почему в медицинском нет? Потому что для того, чтобы работать в медицинском отряде, нужно иметь медицинское образование. Да, у нас ребята работают непосредственно медбратьями, медсестрами, врачами, ну, в зависимости от курса, соответственно, и от квалификации. Вот, к сожалению, пока, и в будущем тоже не планирую, попасть туда не вижу возможности. Так не все так просто оказывается. Не просто захотел, там, стал вожатым. Не просто захотел, поехал путинчиком. Конечно. Ребята проходят подготовку по рабочим специальностям. Вот я, допустим, училась на судебно-прокурорском факультете, но освоила профессию проводника в студенчестве. Это очень интересно. Это направление Владивосток-Москва. Жаль, что не Адлер. Все впереди. Так, трудовые отряды подростков. Это какое-то новое направление, быстро развивающееся? Ну, это одно из самых приоритетных направлений в студенчатых отрядах, потому что, собственно, подростки наши все. Однажды они станут студентами. И, соответственно, огромный вклад мы формируем в этом направлении. То есть мы в этом году сделали пилотный проект по взаимодействию со школами. Мы наших ребят, вожатых, направили в школы для курирования рембригад. И таким образом ребята мотивировали ребят приходить, собственно, на работу. Потому что зарплата там не самая высокая. И это больше такой социальный интерес. И вот тогда, чтобы наши вожатые были сформировать этот социальный интерес и попутно рассказать о студенчатых отрядах. Я вот только хотела спросить, у вас школьники по 300 тысяч там не зарабатывали? Пока нет. Все впереди. Мы стремимся. Да, но также, если история со школами была пилотная, то есть мы обкатывали, понимали слабые места с нашей стороны, понимали, где нужно будет больше сил, то есть как это все формировать и организовывать. То есть это все увидели. А вот уже второй год мы сотрудничаем с Зеленым Владивостоком, то есть в рамках озеленения города. И у нас были трудостойные ребята, то есть ребята заработали порядка 20 тысяч за месяц, то есть работали на озеленение кампуса, то есть работали несовершеннолетние, то есть 17-летние ребята. Ну, вполне нормально. Это да, то есть это та работа, которую они могут выполнять согласно закону, это достойный заработок для несовершеннолетнего. То есть в следующем году мы планируем расширять это направление, то есть формировать и количество ребят больше, и искать рабочие места именно в рамках озеленения в большем количестве, потому что это интересно. Девчонки, вот скажите мне, российские студенческие отряды, ну в нашем случае Приморское отделение, туда попадают вот все такие активные, позитивные, азартные, или все-таки вот студенты такие, которые вот сидят там, книжки почитывают, вот такие вот есть, нет? Я думаю, что к нам разные ребята идут, потому что в первую очередь это запрос на летнее трудоустройство, но те, кто активные, позитивные, у них широк выбор, где себя реализовать и в творчестве, и в спорте, ну а те, кто любят книжки, у нас и интеллектуальные турниры есть. Да, на самом деле очень частая история такая, что приходит человек такой, я стесняшка, я очень боюсь, переживаю, и отряд это как раз-таки та площадка, назовем, наверное, так, где ты можешь показать себя с разных сторон. И развивается, наверное, это надо. Это абсолютно уникальная какая-то система, где ты можешь, ну, для начала представиться кем угодно, потом по паспорту уже проверят, так тебя зовут или нет, вот, но ты, грубо говоря, можешь сформировать ту личность, к которой ты бы хотел идти, которую почему-то в других сферах своей жизни ты не смог когда-то показать, а тут ты такой, опа, а я вот рисую, и все такие, конкурс агит плакатов, мы ждем первое место. И он рисует, и он получает ту самую минуту славы, и вот эта вот потихоньку-потихоньку уверенность в себе растет, и вот он уже командир отряда, опа, мы видим его в заявках в инициативную группу, например, где он уже будет со сцены на тысячу человек рассказывать монологи, ну, или еще что-то такое. То есть возможности очень много развиваться, если ты действительно этого хочешь. Мне кажется, что прийти в отряд и не измениться невозможно. То есть так или иначе это на тебя подействует. Чаще всего в лучшую сторону, да. Ну, а как в худшую? Никак. Нельзя. Так, новые какие-то проекты были реализованы? Да, также в рамках нашей летней работы, то есть мы наконец-то нашли полноценное интересное рабочее место для нашего экологического отряда. Экологический отряд долгое время существует, но всегда возникали трудности именно в силу специфики. Но в этом году удалось найти рабочие места в СГТ, то есть службе благоустройства города Владивосток. То есть у нас ребята отработали, то есть получили хорошие отзывы, то есть и работатель тоже получил хорошие отзывы от ребят. То есть я рассчитываю также, что мы будем эту историю наращивать, что ребята, опять же, живя в этом городе, занимались его благоустройством. И в рамках, если это все масштабировать, то есть это же опять же про, ну, тот самый патриотизм. Да. То есть уже можно говорить о том, что мы даже таким образом его выстраиваем. Ну, то есть я так понимаю, что вот предприятие, содержание городских территорий, да, город вас поддерживает на начинание студенческих отрядов? Как выяснилось, да. То есть было продуктивное сотрудничество, то есть которое мы очень хотим расширять дальше. Ну, город поддерживает не только в объектах трудоустройства, там, в работодателях, но День бойца студенческих отрядов в Владивостоке на уровне страны появился одним из первых, как общегородской праздник. У нас в конце октября будет. То есть мы говорим, да, то есть про проекты не новые, даже долгоиграющие, да, то есть еще в 2000-х годах, то есть в городе Владивосток появился праздник День бойца студенческих отрядов. И это был прецедент на всю Россию, то есть мы по-хорошему единственно, сейчас, может быть, это еще появилось, то есть... Ну, может быть, кто-то повторил, да. Да, просто мы про это не знаем, но мы гордимся тем, что вот у нас есть городской праздник День бойца студенческих отрядов, то есть это такой был прецедент на всю Россию. Активно отмечаете? Очень. Как? Ну, это, как правило, зал на где-то 600 человек, на полторы тысячи человек, да, полторы тысячи хотелось бы, да, то есть мы пока еще не можем освоить такое количество. То есть это большой зал, это приглашение ветеранов, это концертная часть, это награждение, это подведение итогов за год, подведение итогов за лето, то есть, чтобы поблагодарить партнеров, поблагодарить ребят, которые лучше всех себя проявили, то есть такое большое яркое мероприятие. Ну, и опять же, так как приходят ветераны, то есть возможность увидеть то, что, куда это все движется, как это все происходит, и познакомиться, то есть новое поколение и предыдущее поколение. Ну, да, это интересно. Да, естественность поколения, это для этого праздника такой символ важный. Когда-то мы были бойцами и участниками этого праздника, а сейчас уже такие ветераны. Так, Алина, вопрос тебе. Раз студенческие отряды активно участвуют в городских, краевых мероприятиях, да, то есть какие там именно проекты совместно реализованы? Совместно с городом это городской праздник День бойца, который уже озвучили. Открытие летнего трудового семестра проводится при активной поддержке управления по делам молодежи города Владивостока. Департамент по делам молодежи Приморского края. Это огромный перечень мероприятий. Это спартакиады, интеллектуальный турнир. Это творческий фестиваль. Практически большая часть мероприятий, которые мы организовываем в течение года, они проводятся при поддержке Департамента по делам молодежи, при активном содействии управления по делам молодежи, поэтому не обижены. Очень тесное сотрудничество, очень классное сотрудничество, очень много простора для фантазии. То есть это не такая штука, что вот нам условно дали установку, мы делаем в рамках нее. Нет, у нас есть простор. Мы можем творить и при этом понимать, что органы нас поддерживают. И мы очень комфортно себя чувствуем в этом плане. Ну а чем занимаются бойцы на таких мероприятиях? Организационными какими-то мероприятиями? Всем. Все мероприятия целиком организовываются нами. У меня, как у комиссара Приморского рекотделения, имеется инициативная группа. Это ребята, которые когда-то пришли в студенческие отряды, и вот сейчас доросли до момента, когда они готовы делать краевые мероприятия. То есть это не волонтерская работа, это совсем другое? Или в том числе? Ну, мы набираем волонтеров в рамках наших мероприятий в любом случае. Но организаторы, они нечто большее. Ну, то есть их вклад, он больше, чем... Масштабнее, конечно. На них держится все от идеи мероприятия до реализации. То есть мы придумываем вместе с ними, как будет выглядеть мероприятие. И с ними же потом собираем обратную связь и обсуждаем, как сделать это лучше. Даже если ребята понимают, что в следующем году условно они уже не смогут находиться в инициативной группе, но они собирают эту информацию для тех, кто будет потом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы делать какие-то методички по организации мероприятий, по ошибкам, которые из раза в раз возникают. Поэтому это не волонтерство, это какое-то состояние души, наверное, так. Но ребята это делают добровольно и безвозмездно. Вот я сейчас все говорила. Если мы говорим про волонтерство, то как раз сейчас Алина рассказала про наши внутренние мероприятия, которые мы организуем сами, то есть для членов студенческих отрядов. Но в том числе есть ряд мероприятий, в которых мы участвуем по приглашению края или города. И тут уже, конечно, ребята чаще выполняют волонтерскую функцию. Бывает, где просят какие-то на организацию. Усилий 9 мая. Да, да, да. Бесмертный полк. Когда проходило шествие, мы давали порядка 100 и более человек. В прошлом году какая была там заявка? 200? 400. А, 400. Значит, позав прошлый год был 400. После ковидного времени, да, вот 9 мая этого года у нас планировалось участие порядка 500 человек из студотрядов, которые в том числе формировали колонну, ну именно как колонны шли. Кто-то должен быть в оцеплении, кто-то играет с детьми сзади, кто-то находится на этапе организации пространства в целом. То есть нас зовут на самые разные роли. На самом деле у нас в дополнение, хочу сказать, у наших ребят есть возможность быть не только волонтерами по приглашению. Наши ребята могут прийти в управление по делам молодежи, и мы им об этом постоянно напоминаем, и принять участие в организации какого-то мероприятия. То есть у нас проходят периодические встречи с руководством управления, и они говорят, есть у нас вот такое вот количество мероприятий, тогда-тогда-тогда. Я скидываю это ребятам, и такая, вот тут можно поучаствовать в такой роли, тут так и так. И уже сейчас, находясь в студенческих отрядах, у тебя есть возможность быть организатором мероприятий не просто от общественной организации, а от государства по факту. И это очень классная возможность для тех, кто работает или хочет работать в дальнейшем в области ивента или чего-то подобного. Это школа жизни настоящая, и в связи с этим вопрос следующий. Какие возможности для ребят открывают участие в российских студенческих отрядах? Практически любые. Ну, то есть здесь можно научиться... Начиная, наверное, от традиционной пути на проводники, вожатые... Да-да-да, то есть помимо того, что есть классические направления деятельности, непосредственно работы, ты можешь получить профессиональное образование. Ну, про профессиональное образование, надеюсь, Денис немножко позже добавит. Добавит, да. Вот, да. Ну, то есть ты непосредственно получаешь образование, и это первый этап, так скажем. Это, так скажем, первое касание. Ты хочешь заработать, ты хочешь получить образование, какую-то корочку. Дальше уже, грубо говоря, моя работа массовая такая, заставить ребят коснуться... Вот моя задача коснуться их души, так скажем, чтобы они остались, прочувствовали атмосферу, то, что здесь люди, которые тебя понимают, поддерживают и создают для тебя благоприятную атмосферу. Здесь, помимо профессиональных компетенций, можно получить руководящий опыт, то есть это доступно любому человеку, который отработал от одного лета. Можно стать медийщиком, у нас проходит медиашкола, и ты можешь развиваться в любом из медианаправлений. Видео, контент, фото, контент, текстовые материалы – это в твоем распоряжении. Организация мероприятий – добро пожаловать! У нас есть инициативные группы, начиная с вузов, то есть это ВВГУ, ДВФУ, ДЛРФТУС, ТГМУ. Имеются группы ребят, которые делают мероприятия на уровне университетов. Дальше они переходят на уровень края. Ну а там и до всероссийских мероприятий недалеко. У нас центральный штаб регулярно набирает ребят-организаторов на мероприятия всероссийского уровня. Помимо организаторского опыта можно активно развиваться в социальной сфере. У нас есть сотрудничество, если не ошибаюсь, да, с руки помощи. Мы активно взаимодействуем, то есть поездки в детские дома, организация социальных акций. У нас ребята делают мандаринку уже не в первый год, поэтому, ну, в социальное направление. Общественная деятельность как таковой, активизм, написание проектов – это тоже, ну, пока я не могу придумать сферу, в которой мы бы не могли так или иначе помочь. А если такой сферы нет, то можно прийти, сказать, а я хочу вот это, и мы найдем пути, потому что ресурс у нас колоссален для этого. Я это уже поняла. Денис хотел добавить про образование. Да, это вот про, опять же, возможности. Есть у нас сейчас при, в рамках сотрудничества российских университетов с министерством просвещения, существует грант в виде субсидии, то есть который может получить каждая образовательная организация. А если организуют обучение, то есть согласно заявке студенческих отрядов региональных, то есть вся суть, то есть не следоваться в подробности, что студент, являясь бойцом студенческих отрядов, может получить профессиональное образование бесплатно. Главное условие – то, что он является бойцом студенческих отрядов, и то, что он выйдет работать. Потому что наша задача, чтобы все-таки формировать трудовую молодежь, и теперь это не только трудовую молодежь, но еще и образованную трудовую молодежь. Эту инициативу, кстати, поддержал наш президент, потому что он сам получил рабочую специальность, плотника, поэтому студенческие отряды он активно поддерживает. И вот в 2017 году у нас была встреча, мы говорили о том, что ребята, обучаясь в университете, по факту являются занятыми и не могут бесплатно получить рабочую профессию. И вот этот вопрос был задан, долго урегулировался на федеральном уровне, законодательном, нормативном и так далее. И сейчас у ребят есть возможность, будучи студентами, получать рабочую профессию. Это очень круто. Где мои 17 лет? Да. Жаль, что только студенты могут принимать участие, быть бойцами студенческих отрядов. До 35 лет. А, да? У меня еще есть шанс. В штабе есть потребность в людях. Многие, кстати, получают образование, идут после бакалавриата в магистратуру, чтобы иметь возможность еще два года быть бойцом студенческих отрядов. Такая мотивация. Интересно. Так, планируется слет студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа, не просто приморских. Что ожидает наш регион? Планируется очень насыщенная программа. У нас пройдут конкурсы профессионального мастерства медицинских отрядов, отрядов проводников, путинных отрядов, строительных отрядов и педагогических отрядов. То есть это пять направлений, в рамках которых со всего Дальневосточного федерального округа будут выбраны лучшие ребята, которые в дальнейшем отправятся на всероссийский конкурс. У нас планируется творческий фестиваль в рамках солета. Также спартакиада Дальневосточного федерального округа, где будет положено начало формированию команды от ДФО на всероссийский слет, который пройдет в Казани уже в следующем месяце. У нас будет образовательный блок, очень насыщенный, с классными спикерами. Вечерняя программа, возможно, ночная программа. Договариваемся о некоторых моментах нахождения на территориях. Ну, потому что у костра хотелось бы петь ночью, назовем это так. Масштаб колоссальный, первое мое федеральное мероприятие в качестве организатора. Но мы уже все вот такие вот, когда же, когда же, когда все прилетят, когда все приедут, мы готовы встречать их хлебом, соль, да. И в кокошниках. И в кокошниках мы уже начали. В кокошниках. Тебе тоже нужен один. Вот. И, ну, море ожиданий. Уверена, что все будет еще лучше, потому что, когда ты организатор, ты такой, ну, вот тут будет это, тут надо вот с этим вот, за этим проследить, это проконтролировать. Но как только приезжают люди, и ты такой, аааа, и все идет само. И чаще всего идет хорошо. Ну, понятное дело, есть всякие технические шоколадки, но у нас сформировано такое сообщество, что люди помогут, подскажут, скорректируют. Ааа, ладно, забыли, и потом смеяться будем. Ну, то есть абсолютно комфортное нашествие студотрядовцев со всего федерального округа ждет наш город уже в ближайшее время. Катя, это все на площадке ДВФУ будет проходить. Подготовка идет? Мне кажется, Дальневосточный федеральный университет всегда готов принимать мероприятия любого уровня. Хочется еще добавить, что у нас во Владивостоке в 2012 году в кампусе ДВФУ был Всероссийский слезо студенческих отрядов, и это было первое мероприятие после саммита АТЭС. То есть студотряды со всей страны первыми заехали в кампус, еще тогда даже студенты там не жили. Новенький кампус. Да, надеюсь, в целости и странности потом передали его студенчеству уже Дальневосточного федерального университета. И кампус это такое желанное место к посещению вообще всех, мне кажется, и в нашей стране, и гостей из соседних стран. Ну и Дальневосточный федеральный округ в кампусе мы тоже будем встречать не первый раз. Мы проводили и окружные мероприятия, и вот опять же повторюсь, слет. А какие перспективы вот от этого слета видит для себя ДВФУ? Вообще, когда такое, как выразилось Алина, нашествие приезжает из разных регионов, у нас даже после Всероссийского слета один парень из Томска переехал жить в Владивосток и поступил в магистратуру как раз-таки в ДВФУ. Ну и для студентов, то есть мероприятия, оно такое, скажем, студенты смогут увидеть еще больше, когда что-то массовое проходит, и кто-то, может быть, так узнает о вообще движении студенческих отрядов. Несмотря на то, что мы ведем агитационную кампанию и так далее, ну, такие массовые мероприятия, они тоже заинтересовывают своей яркостью, своим масштабом. Конечно, ряд людей в странных зеленых куртках, надо идти за ними. Соберутся 11 регионов, поэтому будут не только зеленые куртки, будут разные. А у вас разные. Да, ну, есть регионы, у кого и синие, и красно-синие, но в основном... Просто красные. Но в основном все зеленые, конечно. Ну и вот в этом году ДВФУ выиграл конкурс грантовый от Росмолодежи и является соорганизатором этого нашего большого взлета. Молодцы, ребята. Я вот вас слушаю и думаю, такие юные. И вот уже все настолько серьезно, настолько масштабно, настолько на уровне округа. Ну, как так? Как вы так достигаете таких целей? Есть очень короткий и простой девиз студенческих отрядов. Просто берешь и делаешь. Да. Да, хорош. Это вообще, наверное, по жизни применимо очень хорошо. Очень сильно помогает в моменты, когда ты думаешь, а потом такой, а что? Берешь и делаешь, и берешь и делаешь. Ну, просто. В декабре состоится юбилейный сезон социально-патриотической акции «Снежный десант» российских студенческих отрядов. Много круглых дат впереди. Какие вообще планы на следующий год? Я думаю, тут каждый может, наверное, ответить. Я начну. «Снежный десант» — акция, которую мы начали, уже готовится. Уже идет сбор заявок от кандидатов. Не каждый может попасть в «Снежный десант». В этом году у нас основное условие — это отработка лета 2023 года. Что это вообще за мероприятие? «Снежный десант» — это социально-патриотическая акция всероссийская, которая проходит на территории Приморского края в этом году в десятый раз. В рамках этой акции мы выезжаем во все муниципалитеты нашего края, которые согласились нас принять, у которых есть на это возможность, и выполняем какую-то работу социальную. То есть это работа с детьми от мала до велика, назовем так. В этом году планируем активнее включаться в работу с дошкольниками. Мы проводим для детей мастер-классы, прикладные какие-то, непосредственно для будущего, назовем так, развиваем софт-скиллы в них. Проводим профориентацию, рассказываем про суды отряда, куда без этого. Работаем с ветеранами, с семьями участников СВО, активную поддержку оказываем мобилизованным их семьям. Колим дрова, убираем снег, штукатурим печи, в электричество стараемся не лезть, но как получится. Выполняем любую работу, которую нам предложат, для которой у нас есть достаточно уровня квалификации, назовем так. В целом, если я могу держать колумб в руках, то я иду и рублю дрова. В целом, может казаться, что это что-то более жесткое, мужское, но нет. У нас девочки вот такого роста, вот с такими ручками, они колят дрова получше некоторых мальчиков. И это такой момент социализации, когда некоторые стереотипы пола просто стираются. Вот, потому что я лично в прошлом году учила мастера стройки колоть дрова, и как бы в целом, я думаю, он на нас не обидится, если я рассказала вам эту историю. Вот, и очень много взаимодействия с ветеранами, вот, в целом. То есть это не только помощь им по дому, а банально прийти, поговорить, выслушать, вместе, поплакать, сделать фотографию, получить 15 банок варенья. Потому что, ну, нельзя уйти, когда... Милая, возьми их, конечно. Вот, и это очень трогательная, самая добрая акция, которая есть в студенческих отрядах, возможно, даже в целом в мире. Вот, она несет добро, свет, и люди, волонтеры обменивают свой комфорт, добровольцы, точнее. Они обменивают свой комфорт, стабильную жизнь на то, чтобы спать в спальнике в спортзале, да, и готовить себе в 6 утра, не себе, на 16 человек завтрак, потом идти в школу, сразу после школы брать в руки рюкзак, переезжать на другое место, там копать снег. И все это с горящими глазами. Ну, то есть, они никогда не ходят, нет, они все время, дайте нам еще работы, мы хотим еще туда, давайте мы для вас концерт проведем. Вот, все для вас, и это люди с открытой душой, поэтому акция такая немножечко не для всех. И туда проходит отбор, вот, в этом году мы ее расширяем. В прошлом году у нас уехало 150 человек, несколько человек мы принимали с Сахалинского регионального отделения, вот. И в этом году, отследив тенденцию прошлого, мы планируем увеличить количество отрядов, потому что потребность в нас, как оказалось, выше, чем мы можем дать. Вот, поэтому, дорогие студенческие отряды, подавайте заявочки, вот, очень-очень ждем. Это, если что касается снежного десанта, допомните. Да, в рамках снежного десанта, то, что, как в прошлом году, у нас уже была практика продления социальной помощи, то есть, когда уже десант закончился, мы поняли, что заявки еще идут. И мы отправляли на два, на три дня ребят, то есть, в районы, для того, чтобы, то есть, там, семья, то есть, частенько СВО, то есть, там, нужно порубить дрова или, там, провести небольшие ремонтные работы. И эти же, то есть, ребята также выезжали здесь в рамках Владивостока. То есть, также где-то, то есть, в пригородах, то есть, дрова колоть, где-то, там, забор надо было починить. Ну, то есть, этот десант уже продолжился вне акции. То есть, ребят, ну, готовых поехать, то есть, их меньше не стало. В этом году, то есть, у нас случилось, собственно, стихийное бедствие, то есть, в Приморском крае, это связано с наводнением. И, то есть, я так полагаю, что в этом году, то есть, будет немало, то есть, работ, связанных, собственно, с ремонтом и с восстановлением, да, то есть, и даже очисткой в том числе, то есть, то есть, масштабы действительно огромные. То есть, и, опять же, мы понимаем, то, что мы будем включаться в эту работу. А даже это будет, скорее всего, и после десанта, и, может быть, даже немножко до десанта. А также, потому что наши ребята уже в августе, то есть, когда это произошло, то есть, наши ребята, несмотря на то, что все находились в летнем трудовом семестре, то есть, кто-то, то есть, основные силы строительные находились в Норильске, то есть, кто-то на ДНС, ну, все находились на рабочих местах, вожатые в лагерях, проводники вообще в поездах. То есть, и мы, то есть, насколько могли, собирали ребят, то есть, кто-то, даже было такое, что ребята брали выходной, то есть, и в процессе выходного ехали работать, то есть, мы, то есть, совместно с городом, совместно с краем, с департамента молодежной политики, то есть, мы вывозили ребят в Уссурийск, то есть, ребята, то есть, наводили порядок, то есть, там, где была нужна помощь, то есть, мы максимально подключали. Подключали не так много, как хотели, в силу занятости ребят, но подключали, ну, насколько это было возможно. И вот эту работу мы планируем продолжать. Да, и в целом, вот у нас уже по планам этого года мы сейчас ведем разговоры с городом о том, как мы можем уже в ноябре включиться в работу, потому что и отрядникам понадобится отрабатывать навыки, отрабатывать мастер-классы в школах, где-то кому-то в первый раз предстоит подержать в руках топор. Вот, поэтому работа началась. Активно ждите нас в школах и везде, где нужно, в ноябре, в декабре у нас выезд, но и в дальнейшем, я так полагаю, как минимум до февраля, так или иначе, однодневные десанты будут происходить, потому что помощь нужна, и мы готовы ее оказывать, у нас есть для этого ресурс, поэтому снежный десант – это вообще про многое. Ну, а в целом-то какие планы? В целом у нас следующий год – год юбилея. 65 движений, 20 лет организации, у нас юбилейный 15-й день бойца в следующем году, у нас 55 лет акции «Снежный десант» на всероссийском уровне, и мероприятий планируются с пометкой «Юбилейная» очень много, это будут серии мероприятий, мы планируем заявить о себе на весь Приморский край, планы масштабные, все рассказывать не буду, но в целом юбилейных дат очень много, как вы могли услышать, и очень хочется взять от этого все, потому что у нас есть много возможностей в течение любого времени, но юбилейный год – это то время, когда мы должны взять максимум от того, что нам предлагают, и мы планируем это сделать. Есть что добавить? Да, только пожелание удачи самим себе, потому что планы действительно огромные, то есть хочется, наверное, здесь самое главное – рассказать наибольшему количеству человек, дотянуться до каждого, рассказать про то, что студенческие отряды есть, они работают, и их будет становиться только больше. Ну, из того, что мы не сказали, наверное, наш юбилейный год начнется 17 февраля, это День российских студенческих отрядов, в который мы ежегодно стартуем набор во все студотряда страны. Ну, заранее не поздравляют, поэтому напишу кому-нибудь из вас и поздравлю. Будем ждать. Ребят, спасибо большое, что пришли, приходите к нам снова, будет новый трудовой семестр, а пока нужно реализовать те планы, которые есть. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о работе студенческих отрядов. В гостях у нас были Денис Григорьев, командир Приморского регионального отделения российских студенческих отрядов, Алина Смирнова, комиссар Приморского регионального отделения российских студенческих отрядов и Екатерина Красикова, заместитель проректора по молодежной политике Дальневосточного федерального университета. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова